2020-е, 12-е, 15-е. Если я правильно понимаю, сегодня у нас последняя встреча в этом году. Последняя встреча 2020. Месс for Economists, вторник, 14-40+. Семинарчик. Вот. Ну, собственно, я еще раз скажу, что мы все сюжеты покрыли, поэтому все, что нам остается, что-то решать. И я готов отвечать на ваши вопросы. Поэтому мой призыв, если есть вопросы, то спрашивайте. Если нет, то это будет немножко рандом. Ну, потому что я не всегда могу понять, что вам сложно и что вы не поняли. Вот. Поскольку я так понял, что вам перед экзаменом не так интересны какие-то клевые абстрактные сюжеты, которые мало относятся к экзамену, но которые клевые сами по себе красивые. Вот. Поэтому, если есть вопросы, то спрашивайте. А если нет, то я... Ну, то есть мы как бы все сюжеты покрыли. И там про выпуклость, и про то, как там искать эффект, как меняется одна переменная, ну, как меняется экстремум под действием параметра. Ну, это мы все сделали. Вот. Нам остается только попрактиковаться. И... Ну, в общем. Короче говоря, поехали. Если есть вопросы, то спрашивайте. Если нет, то... Здравствуйте. Да-да-да, привет. Вот у нас сегодня на лекции была задача из... 19-го, 20-го года. Сейчас открою. У меня вариант перед глазами прям, чтобы из него решать. Я докручу до 19-го года. Ну, вот. Не то, чтобы там решать, а вот просто уточнить я хотел. Восьмая задача. Такая задача. Сейчас. Это midterm нужен. Восьмая. Да, согласен. 12.3. Мне кажется, даже... Восьмая. Где две суммы. fx равно две суммы. Вот эта задача. Вот. И пункт c. Там вот мы все это решали. И вот сразу вот на моменте мы получили, что a умножить на x равно lambda умножить на x. Вот. Когда мы уже... Мне тяжело, конечно, отсылаться к твоему решению. Ну, значит, хорошо. Восемь. Там была такая задача, что f от x, если ее в матричном виде записать, то это x транспонированная на a на x, деленная на x, tx. То есть если в матричном виде записывать, то так. Если с суммами, то вот она x и t на x, житая на a и житая, деленная на сумму x и t в квадрате. И пункт c мы говорим, что давайте, значит, вместо того, чтобы искать экстремумы f, поскольку, понятное дело, что если мы все x увеличим в n раз, то есть можно заметить, что f от tx равняется f от x. То поэтому, ну, из-за того, что функция не меняется, если все x увеличить в t раз. Да, x я имею в виду, когда я не пишу индекс, это вектор. А когда я пишу, ну, под x я имею в виду x1, xm. Когда не пишу индекс, это вектор. Когда пишу индекс, это не вектор. Вот, ну, раз мы заметили такое свойство, что это вот для любых t, ну, отличных от нуля, да, то поэтому действительно можно считать, что знаменатель равен одному. Раз это не влияет на значение функции, поскольку раз я увеличиваю, да, то давайте отнормируем, давайте ограничим нашу функцию, давайте считать, что x, транспонированное x, ну, или знаменатель равен одиночки. Окей, хорошо, да. И в процессе решения у нас получилось, в процессе решения первого порядка, вот. Решали вы там условия первого порядка. Да, условия первого порядка, да. Ну, а что там, давай мы их... Ну, вот финальный результат, там вот получилось, что ax равно lambda x. Ага. Вот. И потом просто очень быстро там момент был объяснен, что там чем больше lambda, тем значит, ну, если максимально lambda, то значит максимальное значение. Вот, я просто уточнить этот момент хотел. Вот, то есть мы здесь... Ну, давай, я понял. Ну, давай, мы, соответственно, скажем, что у нас... Значит, ну, то есть мы... Да, я понял. Мы подменили задачу на... Задачу максимизации, ну, или минимизации, да. f от x равное x транспонированное a x при ограничении x tx равно 1, да. Ну, ну, и чего. Ну, и, соответственно, мы выписали функцию Лагранжа, которая равна x t ax плюс lambda на 1 минус x tx, правильно? Вот, и что мы получили? Мы получили, что дифференциал L, если его в матричном виде записывать, да. Ну, если надо, я могу подробнее пройти. Если не надо, я могу сразу написать, как настроение. Люди, если вы молчите, я же не знаю, что делать. Ну, лично у меня, как бы, мне нормально, если без там, ну, сразу, если. Ну, хорошо, значит, что тут будет? Тут будет 2x t ax минус 2 lambda xt dx плюс 1 минус xtx на d lambda, да, если я напишу дифференциал L. Ну, и чтобы все производные равнялись нулю, у меня условия первого порядка будут какие? Значит, часть при dx должна равняться нулю. Это означает, что 2x t ax минус 2 lambda xt равняется нулю. И 1 минус xtx равняется нулю. Чтобы условие первого порядка был, дифференциал должен равняться нулю. То есть получается, что действительно a xt на a должно равняться lambda на xt. Если мы это транспонируем, то получаем, что a на x равно lambda на x, поскольку у нас a – это симметричная матрица. Да, вот действительно верно, такие условия получаем. И это правда. Ну, а дальше давай посмотрим на нашу функцию. Чему равно f от x, если мы знаем, что x – это точка, удовлетворяет условию первого порядка. То есть если a x равно lambda x. Ну, тогда f от x равно x транспонированное на a на x. Вот это равно lambda на x. Равно lambda на x транспонированное x. x транспонированное x равно единичке, поэтому это равно lambda. Не? Что-то я быстро сделал? Не, не, не. Ну, я это и хотел уточнить. Да, все понятно. Ну, то есть просто подставили точку и воспользовались тем, что она удовлетворяет. Ну, из этого непосредственно следует, что мы находим все агензначения, то есть lambda представляет из себя агензначение, собственное значение. И максимальное, собственно, значение является максимумом, а минимальное – минимум. Да, все. Ну, поскольку значение функции – это и есть, максимум этой функции – это и есть собственное значение, минимум тоже какое-то собственное значение. А собственных значений у матрицы их немного, поэтому… Ну, то есть, если надо, какие-то дополнительные комментарии, я, конечно, готов сделать. Так, хорошо. Еще, ну, то есть, ответил или нужно еще что-то? То есть, здесь, как бы, такой сложность задачи состоит в том, что вот она связывает с линалом. Не просто там остается на уровне вот одной дисциплины, а вылезает в другую, поэтому она сложная. Ну что, еще вопросы? Да, здравствуйте. У меня вот более общий вопрос. Нет конкретного примера. Если у нас в окаймленной гисиане получается так, что лидирующие миноры, по ним нельзя сделать вывод относительно определенности. Ну, смотри, у тебя ответ такой. Если жесткое нарушение… Ну, что имеется в виду? Нет, не жесткое. То есть, если, как бы, в случае с обычными гисианами мы бы расширены критерий. Я понял. Если жесткое нарушение, то indefinite. А если мягкое… Мягкое, ну, я имею в виду, соответственно, ноль вместо нужного знака. То ответ такой, что не работает. То нужны другие методы. То есть, расширенного критерия нет никакого, да? Нет. Хорошо, спасибо. Ну, то есть, чего мы можем, чего у нас в арсенале. Ну, собственно, я советую еще раз. Моя мысль состоит в том, что окремленный гисиан – это, как правило, долго, и, ну, в общем, это долго, и это подвержено ошибкам. Поэтому, если вас не просят окремленный гисиан, вот явно в тексте написано using, bordered, hessian, hessian, там, 3-2-2. А просто написано check sufficiency conditions. То вы их чекайте, но используйте, прежде всего, график, наверное, вирш трасса, вирш трасса, ну, там какие-то неравенства, выпуклость, вогнутость, что бы еще. Ну, в общем, здравый смысл не убивайте. Здравый смысл. То есть, ну, мой совет – по максимуму избегайте, как правило. Ну, то есть, это такое, ну, то есть, я не отрицаю, что это верный способ, но, во-первых, он громоздкий, а, во-вторых, может так сложиться, что вы потратите на него время, а вывод будет – критерий не сработал. То есть, если, конечно, в задании указано, там, используйте, вот тогда да, но так старайтесь избегать. Извините, а первое что было? Самый первый способ? График. А, график. График. И не бойтесь даже в 3D, в конце концов, ну, там, нарисовать сферу и понять плоскость, что вот там… Ну, ну, не бойтесь чего-то такое нарисовать. Ну, давай посмотрим какой-нибудь номер. Да нет, ну, в принципе, не обязательно, если мы это делали. Ну, нет, ну, так мы, конечно, так мы все делали. У нас нет незатронных тем совсем. Там… Так, ну, ладно, вопросов нет, тогда давайте я… Борис Борисович, в чат написали. Можете объяснить, как применить условия Фрица Джона? Сейчас, подожди, я посмотрю. Чат, который не ТГшный, а этот. Ответ про Фрица Джона лучше не применять. Еще раз, это не дает экономии времени. Это просто попытка записать одной системой два случая, когда NDCQ holds и когда не holds. То есть, на самом деле… То есть, еще раз, условия Фрица Джона, ну, как к нему правильно относиться? Ему правильно относиться, что это просто попытка записать в одну систему, когда NDCQ выполнен и когда NDCQ не выполнен. Все. Не надо думать, что это какая-то магия, которая спасает, когда есть… Когда вот не выполнен NDCQ, ой, меня спасло. Да нет, ничего там не спасло. Просто, ну, как… Вот мы отдельно рассматриваем два случая, когда NDCQ holds, когда NDCQ не holds. Ну, представьте, что записали в систему. То есть, на самом деле, условия Фрица Джона – это система такая, NDCQ holds, и тогда надо написать first-order condition, либо NDCQ не выполнен. Ну, вот это и есть весь Фрид Джон. Такой вот, ну, по большому счету, вот вся логика. То есть, как применять? Ну, мой ответ такой, что я бы не стал его применять в боевых условиях. Ну, потому что, нам надо сказать, скорее теоретический результат. А если надо найти какой-то экстремум, то проще рассматривать случай вот отдельно, отдельно этот случай, отдельно этот случай. Наверное, так. То есть, я не представляю себе задачи, где бы мне Фрид Джон давал выигрыш. Ну, то есть, это верные условия, но где выигрыш по сравнению NDCQ holds, NDCQ не holds, я толком не знаю, где выигрыш был бы. Ну, ну, давай попробуем придумать. Тоже, давай, ну, то есть, как бы мы можем, ну, то есть, я могу попытаться придумать пример, но он будет решаться быстрее через... Ну, то есть, в чем суть? Давай напишем, да, то есть, чтобы было у нас. Давай еще раз, что вот если у нас, соответственно, есть какая-то там задача, вот Ф, это какая-то наша целевая функция, да, целевая. Ну, и, допустим, G – это ограничение. Ну, я напишу для одного ограничения, но мы можем, соответственно, и несколько G взять, да. И мы, соответственно, рассмотрим функцию Лагранжа, которая на этот раз будет равна какому-то лямбда 0 умножить на F плюс там лямбда умножить на G. Да, ну, тут вот при ограничении G там от X, Y равно 0 от U. Игрек там минимизировать, максимизировать, неважно. Вот, и, соответственно, что у нас получается? У нас, получается, идея состоит в чем? В том, что если лямбда окажется лямбда 0, если оно больше 0, то мы получаем фактически старый… Ну, то есть, смотри, идейно говоря, вот этот случай будет соответствовать лямбда 0 равному 0, когда мы F саму не берем. А вот этот случай будет соответствовать лямбда 0 неравному 0. Вот, собственно, и все. То есть, как бы здесь, что у тебя получится? У тебя получится, значит, вели такую функцию, и ты говоришь, что условия там первого порядка. На этот раз у тебя DL, соответственно, по DX равно 0, DL, ну, допустим, у меня две переменных, понятно, что можно больше написать, равно 0. Соответственно, условия на лямбда обрабатывается, в принципе, как, что, значит, DL по, сейчас, подожди, чем мне еще надо дописать, чтобы у меня было… Все хорошо, значит, производные равны 0, лямбда ноликовая у меня больше либо равно 0 можно ограничить, ну, можно, ну, то есть, обычно его пишут для системы с неравенствами, то есть, обычно здесь есть какие-то условия типа G больше либо равно 0, ну, там еще хоть более-менее интересно. А с равенством вроде… А с равенством вроде… Вроде неинтересно, ну, то есть, там существует… Ну, то есть, лямбда ноль или лямбда отлично от нуля, ну, вот, собственно, получается, что… Ну, и G, да, равно нулю. Ну, вот, у тебя будет твой первый порядок. Ну, не знаю, по-моему, проще отдельно рассмотреть случай, когда у тебя G выродилось, и отдельно рассмотреть случай, когда G не выродилось. То есть, я не могу для задачи с равенствами привести пример, где было бы быстрее сделать… Через Фрица Джона. Ну, потому что, по-хорошему, это лишнюю переменную ввели, чтобы формулой записать идея. Либо то ноль, либо то ноль. Илья, то есть, как бы, если у тебя есть какие-то реплики, то скажи, я же не знаю, вы молчите, когда вы молчите, я не знаю, сидят черные квадратики. Вот, и я не знаю, что происходит. То есть, оно реально неэффективно. Там интересно, там, значит, фишка появляется в… Там выигрыш реальный появляется, когда речь идет о неравенствах. Вот там можно сказать, что при условии, соответственно, там… Ну, короче говоря, это потом будет. Вот. При условиях кунтакера там будет некая… Ну, там будет некий лайфхак, когда окажется, что условий первого порядка окажется достаточно, чтобы не чекать условия второго порядка. Ну, там это будет выигрыш. Но здесь нет, это необходимые условия, поэтому… Ну, поэтому… Производная равна нулю, лямбда не отлично, не нулевый, ну и какой-то есть лямбда не нулевой. Все. То есть, на самом деле, вот это зарождает перебор лямб. Так, хорошо. Ну ладно, если есть вопросы, если вы там по ходу вспомните, то спрашивайте. А так, давайте что-нибудь еще посмотрим. Сейчас я соображу, есть у нас может быть вот здесь вот… Сейчас посмотрим, может, ну вряд ли там нет, тоже нет, но… Нет, вот точно, сержан. Сейчас я посмотрю, может, есть что-то… Сейчас я быстро посмотрю… Да нет, скучно, тут с неравенствами. Ну, либо скучно, либо с неравенствами, я вижу такого прям… Ну, да, смирается там… Ну, да, смирается там… Ну… Ну, не знаю, можно вот что-нибудь такое решить. Ну, ладно, давайте лучше более ближе к экзамену, потому что, ну, я могу найти проблему с Придсом Джоном, но, опять же, она будет решаться быстрее через проверку IndieCQ отдельно. То есть, я… Ну, то есть, я честно не знаю… Ну, не знаю я задачи, которые бы вот Приджон Вау решил, а стандартным путем отдельно IndieCQ отдельно IndieCQ не решил. Вот честно не знаю. Нет идей сходу, чтобы такое можно было, где можно было показать выигрыш. Так, ладно, давайте тогда… Ну, то есть, я на всякий случай несколько чатиков смотрю и в Телеграме, и здесь. Давайте посмотрим что-нибудь прошлое из… Из второй части, да. Давайте попробуем. Часть B. Часть B. Был брутальный какой-то там… 2012-13 год, где там казалось, вроде что части связаны. Ну, на самом деле, их можно было решать отдельно. Ну, насколько я понимаю, чуть можно было. Давайте попробуем. Такой большой-большой-большой номер. Значит, давайте часть B. 2012-2013 год. Я ее скинул в чат, и мы сразу две, наверное, решим. Да, ну, чтобы убить двух зайцев из пункта B одним махом. Сейчас я скину. Так, вот. Давайте тогда посмотрим, значит, что там есть. Есть Робинзон Крузо, который ест x и y. И, соответственно, у нас тут куча уравнений, да. То есть, x равняется, сколько он труда потратит на x и времени. У равняется, сколько он корень из того, сколько он труда и времени. Да, L – это, наверное, труд. Да, L – это труд, а T – это земля. Так, хорошо. И есть какое-то ограничение, что Lx плюс Ly равно единичке, и Tx плюс Ty равно единичке. Вот. И, соответственно, первая задача – максимизируйте выпуск x при фиксированном y, лежащем в диапазоне от нуля до одного. Вот. Это нам сразу дает 15 попугаев в наш рейтинг. Ну, давайте попробуем. Здесь, в общем-то, на самом деле ничего страшного нет. В этих задачах B они просто громоздкие. То есть, задачи типа А там недолго вникают, а задачи типа B они громоздкие. Ну, вот это, по-моему, единственное отличие A от B. Ну и параметры есть. Здесь Y выступает в роли параметра. Ну, как максимизировать, да? Там, поскольку в условии ограничения Baisel-Agrange-Multiplyer метод, ну, ладно. И мы рассматриваем ситуацию. Тут написано, что можно рассматривать ситуацию Lx, Ly, Tx, Ty. Ой, даже тут границы строгие, извините. Это упрощает ситуацию. Tx, Ty больше нуля. Вот, то есть можно рассматривать такую более частную задачу. Ну, чего, понеслась Лагранж. Главное его здесь не спутать с L. Равен, максимизируем x, то есть корень из Lx, Tx. плюс лямбда умножить на корень из Ly, Ty минус Y плюс лямбда 2 на Lx плюс Ly минус 1 плюс лямбда 3, Tx плюс Ty минус 1. Вот, кажется, что это вот то, что нам нужно. Однако, мы можем сжульничать, поскольку, ну, то есть какое жульничество я здесь знаю, жульничество стандартное. Первое, это using Lagrange multiplier по минимуму. То есть ваша задача продемонстрировать, что вы его знаете. Не означает, что нельзя использовать замену. И второе жульничество, которое я знаю, что преобразуйте целевую функцию. Преобразовывайте целевую функцию. Вот, это всегда проще. Вот, то есть в данном случае, на первый взгляд, задача выглядит так. Но я понимаю, что фраза using Lagrange multiplier, что в Лондоне, что у нас, она понимается, как вы его обязаны использовать. Но это не означает, что вы не можете использовать ничего другого. Поэтому хитрые чуваки, они, естественно, делают как? Они говорят, о, давайте мы, например, вот здесь вот оставим метод Lagrange, а здесь выразим. То есть это первый лайфхак, который я знаю. Как бы, если какой-то сложный метод форсировали использовать, то это не означает, что нельзя использовать ничего более простого. Это первая идея. А вторая идея, смотрите, здесь корень. Ну понятно, что поскольку у меня величины положительные, то я вполне могу работать в стиле, то есть смотрите, что я сделаю. Я скажу, что вот я преобразую функции, то есть максимизировать корень из LX, TX, это абсолютно при положительных функциях все равно, что максимизировать LX на TX. Согласны? Да, согласен. Вот. И поэтому я хочу что сделать? Я хочу, чтобы было попроще, меньше множители Lagrange и проще функции. Поэтому я введу Lagrange не так, как первое, то есть вот первое, что приходит в голову. То есть это верно. Первое, что это верно. Я не говорю, что это неверно и что нельзя так дорешать. Первое, что приходит в голову. Так можно дорешать, но, ё-моё, производная от корня, двойка, корень, да ну в баню. Вот. Поэтому я напишу как. Я напишу, что это 1 минус LY на 1 минус TY плюс Lagrange на LY на TY минус Y квадрат. И у меня уже LY лежит в диапазоне от 0 до 1. TY лежит в диапазоне от 0 до 1. Ну и Y тоже лежит в диапазоне от 0 до 1. Это параметр. Я его не трогаю. А это переменные. То есть я как бы не нарушил требования авторов. Я сказал, что ну как, я же use Lagrange, multiply method. Как бы всё, я молодец. Но у меня не N уравнений. У меня LAMP на 2 меньше. LF на 2 меньше. То есть я 4 уравнения сэкономил. Дёшево и сердито, не нарушив условия задач, сэкономил 4 уравнения. Ну вот это единственный. Ну два лайфхака, которые я знаю. Ну и производная у меня проще. Да, у меня нет производной от корня. Понятно, что производную многочлена. Ну корни мы тоже найдём. Не бог весь какая функция. Но проще работать, очевидно, с многочленом. Ну это жульничество в хорошем смысле. Да, давайте. Это не то, что какая-то запрещённая техника. Вот. Ну всё. Больше я, наверное, не знаю. Раз меня обязали использовать Lagrange Multiplier, то что будем использовать? Ну поехали, да? Значит, производная Lagrange по Ly это Ty минус 1 минус лямбда на Ty равняется нулю. И Ly. Извините, у нас нет переменной Tx сейчас, у нас только Ly там осталось. Что, 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 что ещё раз? У нас нет сейчас переменной Tx. Вот так, да? Вот так, да? Да. И ещё D Lagrange по D лямбда или Y, Ty минус Y квадрат равно нулю. Помним, что отсюда мы находим лямбда или Y и Y. Вот. Y не ищем. Y это параметр. Давайте искать. Поскольку уравнения, как правило, нелинейные, то стандартная идея это выразить лямбда. Лямбда выразить из обоих уравнений и приравнять. Выразить из обоих уравнений и приравнять. Ну, то есть, ещё раз, если вы видите какую-то симметрию, всё что угодно, ничего не запрещено. Как бы, ну, ну, кстати, мы явно видим здесь симметрию между Ly и Ty, да? То есть, ещё вот возможно жульничество. Давайте всё-таки его сюда тоже впишем. Только это важный момент, что помогает облегчить решение. Ищите всякую симметрию. Я вижу, что если я переназову переменные Ly и Ty, задача не поменяется, да? Если я вместо Ly напишу Ty, а вместо Y напишу Ly, ну, как бы задача один в один, да? Ну, просто поменяю их местами, да? Функция не поменялась. Значит, и в решениях будет то же самое. В решениях обязательно будут точки, ну, если, ну, короче говоря, если будет точка типа 0,3, 0,5, значит, будет точка типа 0,5, 0,3. То есть, все точки парами ходят. Ищите симметрию. Ну, вот видно, что LX и TY можно поменять местами в условии, ну, значит, в ответе их можно будет поменять местами. То есть, если я найду какую-то точку 0,1, 0,3, и это будет максимум, допустим. Значит, 0,3, 0,1 будет максимум. Нормально? Это тоже, наверное, лайфхак, который помогает что-то проверить. Вот. Так, хорошо. Ну, давайте все-таки сейчас перейдем на другую страницу на этом планшете, что всегда неудобно. Так, сейчас я перепишу себе систему. TY минус 1 минус 3AM до TY и LY минус 1. Да, правда, не торопитесь. То есть, не факт. Ну, здесь, конечно, окажется, что они равны, да? Но, вообще говоря, не факт, что они равны. Симметрия – это не обязательно равенство. Симметрия – это скорее, если там у двух брат-близнецов один там в желтой рубашке, а другой в синей шапке, значит, наверное, у них наоборот. Их можно переодеть одному синюю, поменять местами синюю шапку и желтую рубашку. Но это не означает, что они равны, да? То есть, как бы, вот эта осторожность. То есть, вот если вы поспешно здесь пишете… То есть, в принципе, здесь других решений не будет, это правда. Ну, вот если вы тут поспешно пишете, что я вижу, что вот lx равно y, ну, вот это не совсем очевидно. То есть, да, в этом конкретном случае так окажется, но, вообще говоря, симметрия означает, что решение парами ходит. То есть… Вы имели в виду, ty равно y? Что? Вы имели в виду… Да, да, да. Да. Я имел в виду, что здесь так окажется. Но, вообще говоря, вот если вы так сразу напишете, то я боюсь, что вам снимут, потому что из симметричности системы следует симметричность решений, но не следует, что каждое решение симметрично. Следует симметричность множества решений. Ну, такой типичный пример. Если вы знаете, что a плюс b равняется 4, а a на b равняется 3, ну, конечно, они симметричны, меняете местами, да? Ну, вроде ничего не меняется. Ну, и решение здесь, конечно, это 1-3, и второе решение это 3-1, да? То есть, вот, все-таки из симметричной системы нельзя говорить, что a и b одинаковые. То есть, множество решений симметрично, да, но вот так я боюсь, хотя в данной конкретной ситуации это правда, но боюсь, что вам снимут, если вы просто так напишете. Ладно, пойдем дальше, давайте ее таки дорешаем. Значит, получится еще раз, значит, лямбда выражаем из первого уравнения. У меня получается t y минус 1, деленное на t y, или лямбда, получается, равняется l y минус 1, деленное на l y, ну, и l y t y равно y квадрат. Ну, приравниваем, t y минус 1 на t y равно l y минус 1, деленное на l y. Поскольку у меня все положительное, строго, я работаю строго в диапазоне от 0 до 1, не включая, у меня получается l y t y минус l y равно l y t y минус t y. И отсюда видно следует, что l y равно t y, вставляем во второе уравнение, и получаем, что l y равно y квадрат. И поскольку опять все строго положительно, даже от 0 до 1, то поэтому получаем, что l y равно y, t y равно y, вот оно наше решение. Можно еще лямбда найти, да? Лямбда равно y минус 1, деленное на y. Вот, решили. Нормально? Да, понятно. Ну, хорошо, значит. Тогда это пункта, пункта типа все, бинго, 15 баллов поймали. А, ну, надо проверить какие-нибудь условия второго порядка. Давайте проверим условия второго порядка, в чем тут можем сказать. В чем мы тут можем сказать про условия второго порядка. По-быстрому, чтобы не играться. Ну, то есть можно, тут, в принципе, и матрицу Гесса можно окаянную, да? Но мне кажется, графически будет быстрее. У нас ограничение, что l y на t y равно y квадрат. Соответственно, это выглядит как... Тут 0, 1, 0, 1, l y, t y. Ну, вот кусочек такой вот, как ее... Ну, гипербола, да? Согласны? Да, да. Вот, а дальше что мы максимизируем? Максимизировали мы, я напомню, 1 минус l y на 1 минус t y. Правильно? Как выглядят линии уровней этой функции? Да, то есть если мы 1 минус l y помножим на 1 минус t y и приравняем к какой-то констант, то линии уровня этой функции, они выглядят как... Давайте я каким-нибудь зелененьким нарисую. Вот они вот так вот выглядят. Так, то есть это тоже гипер... Семейство гипербол, только они вот... смотрят в обратную сторону, да? Ну и мы совершенно понимаем, что если мы хотим максимум, то вот он где-то будет вот здесь вот. Понятно, почему это гиперболы, которые смотрят в другую сторону по сравнению с гиперболой l y t y равно y квадрат? Ну да, это в принципе... Ну, вроде понятно, да. Ну, потому что на самом деле, если сюда отложено l y, здесь 1, то величина в обратную сторону, которая идет, это 1 минус l y. То есть вот это вот расстояние это 1 минус l y, а вот это это 1 минус t y. То есть я могу фактически считать, что вот сюда меряется 1 минус t y, вот сюда меряется 1 минус l y, ну и распроизведение этих величин равно константе, то мы получаем гиперболу, то же самое, но смотреть надо не из точки 0, 0, а из точки вот какой-то штрихованной 0, ну такое новое начало координат. Ну вот, наверное, в микре, когда там Робинзон Круза, пятник, там еще такое, вот они делят что-нибудь между собой с двумя агентами экономика, такая игрушечная моделька там часто используется, что в одну сторону ось так идут, а с другой стороны еще идут. Ну вот, и соответственно, мы по картинке понимаем, что тут должна быть одна точка экстремума, а у нас как раз один подозреваемый. Ну так это он и убийца, да, потому что больше у нас подозреваемых нету. А у нас… А, ну можно еще IndyCQ проверить. Ну давайте IndyCQ проверим. IndyCQ не проверили, а вдруг не выполнен, да? Ну у нас, я напомню, ограничение мы упростили до LY, TY равно Y квадрат, поэтому матрица Якоби у нас выглядит как TY или Y, ну и понятно, что она теряет ранг точки 0,0, а точка 0,0 не лежит на ограничении, поэтому IndyCQ холдс. Поэтому мы всех подозреваемых поймали, один убийца, один экстремум, значит подозреваемый это и есть экстремум. Аномально решили? Пункт А. Все окей? Или нужно еще комментарий по пункту А? Все нормально, так можно сказать по поводу IndyCQ? Нужно, нужно, нужно. Ну вот если у нас больше будут условий, там штук N, какой у нас должен быть ранг матрицы, соблюдаться? Меньше максимального возможного. Ну то есть если у тебя, ну особо не рассчитывай на много, понятно, что на экзамене у тебя будет 1, 2, ну в крайнем случае 3, но в 3 я не особо верю. То есть реально, соответственно, если у тебя одно ограничение, ты должен терять ранг до нуля, чтобы IndyCQ нарушался. Если у тебя два уравнения в ограничении, то ты теряешь ранг либо до нуля, либо до одного. Ну то есть ранг должен быть меньше, чем число уравнений. Это нарушает IndyCQ. Если ранг равен числу уравнений, значит IndyCQ выполнен. Спасибо. Можно вопрос, пожалуйста, я немного пропустила. Как вы перешли от длинного Лагранжа с хами и уреками к такому короткому, где только урек? А я жулик. Я жулик. Я сказал, что когда написано using Lagrange multiplier, это не означает, что я должен использовать только его. Я должен использовать метод множества Лагранжа, но это не означает, что я должен применять к исходной функции. Я говорю, у меня три ограничения. У меня ограничение LX умножить на... Ой, извини, LY умножить на TY равно Y квадрат. У меня ограничение LX плюс LY равно единичку. У меня ограничение TX плюс TY равно единичку. И по дефолту вроде как я тут ввожу лямбду, тут ввожу лямбду, тут ввожу лямбду. А я жулик. Я говорю, не, мне сказали, используй Lagrange. Покажи, типа, что ты его знаешь. Вот это я введу. А здесь выражу. Здесь я не ввожу лямбда, а я просто сделаю... Ну, как? Как бы ты решала в школе задачу максимизации если ограничение? Ты бы выразил оттуда переменную и подставил. Я взял, сказал, что LX равно 1 минус T LY и подставил. И TX равно 1 минус TY. Соответственно, вот здесь я просто подставил. Вот оно у меня. Одно оставил как ограничение. ограничение. Окей? Да. Да, да, да. Все, я поняла. Спасибо. То есть еще раз, мысль такая. Если вас не обязали использовать, то по максимуму подставляйте, выражайте, потому что, смотрите, когда вы делаете подстановку, одну вы убиваете две неизвестных. Потому что, когда вы сделали одну подстановку, то пропала одна исходная переменная и подставка пропала одно уравнение. Это означает, что, сделав одну подстановку, вы сэкономили аж две переменных. Одну исходную, другую лямбду убили. Не стало неравенства, не стало ограничения, не стало лямбды. Соответственно, если я не сделаю этого, то у меня будет, вот посмотрите, в этой задаче, которая вот на первый взгляд, у меня четыре исходных переменных LX, TX, LY, TY и три лямбды, потому что три ограничения, лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3. А в моей системе, смотрите, какая малина, у меня две переменных LX, LY и одна лямбда, лямбда. Вот. Вместо семи переменных я имею три переменных. И это ну как бы круто. Это я быстрее решаю. Ну, собственно, мы уже решили пункт. Пункт B. Он говорит, ну вот в точке оптимума выразите XY. в точке оптимума найдите уравнение связи XY. Найдите связь XY. Но мы замечаем, что Y это у нас корень из LY TY X это у нас корень из TX давайте в том же порядке. LX TX сколько труда и земли уходит на труда. L это это L это это L L это L и territory. вот а ну и соответственно нам надо понять как выглядит уравнение связи но мы выяснили что в точке оптимума l со звездочкой от игрек она равняется игреку t со звездочкой от игрек равняется игреку это наше решение ну стало быть lx равняется 1 минус игрек tx оптимальное равняется 1 минус игрек и x оптимальное равняется корень из 1 минус игрек в квадрате поскольку там все не отрицательно то это 1 минус игрек вот но и тут видно что как связанные x и игрек ну понятно что они связаны таким страшным уравнением как x плюс игрек равно одному вот это самое же от x игрек ну там на g от x игрек равно нулю ну надо там x плюс игрек минус 1 равно нулю окей или я чуть страшно пишу все задачи 7 решили решаем задачу 8 номер восемь но тут дана конкретная функция у от x игрек полезности 1 3 lnx плюс 2 3 лн y и и стало быть ограничение у нас мы знаем что x плюс игрек равно единички нашли в седьмой ну решаем поскольку мне не сказано как я не буду лагранжем я подставлю ну как бы зачем мне решать лагранжем если проще не лагранж еще раз моя мысль читайте чего спрашивается и выбирайте самый простой способ если лагранж когда полезен когда условия то есть когда вот без подсказки я бы стал решать лагранжем когда констрейн таков что из него не выражается x и y бывает такое констрейн такой что x и y через него не выражается ну и тогда я бы и без всякой подсказки использовал метод лагранжем уж непонятно как выразить все что остается это лагранжем вот но здесь выражается прекрасно запрета нету тут написано by solving utility maximization problem find his optimal consumption bundle ну и чего я полезу в лагранжа буду лямду вводить я просто скажу что x равняется 1 минус y и скажу что тому стильдой тока вот y это одна треть логарифма 1 минус y плюс две трети логарифм y я буду максимизировать по y ну то есть еще раз когда сказано лагранжем и когда не выражается решайте лагранжем но когда выражается выражаете вы сделал одну подстановку убиваете одну лямбду и одну переменную двух зайц убивает значит д у стильдой по d y вот нет же не опять же не 10 q не надо проверять иногда но когда резко снизили мы тут прям совсем перевели в безусловную задачу здесь даже не 10 q пропал а там вам не 10 q надо чекать ну и тут понятное дело халявно значит одна треть на 1 на 1 минус y на минус единичку плюс две трети 1 на y приравниваем к нулю получаем что-то типа 2 делить на y равно 1 делить на 1 минус y 2 минус 2 y равно y y равно две трети x равно там ну вот решили вот он 10 баллов 10 point почему x равно 1 1 1 3 да конечно петь я чеку тороплюсь конечно 1 1 3 но оно же равно откуда у нас константинер что x плюс 1 равен единице мы решили предыдущую задачу ну смотри мы решали предыдущую задачу седьмую с параметром и у нее вывод был такой что вот такой l y такой-то y но стал быть такой lx такой-то x и стал быть такой x но условия что x равен 1 минус y всегда всегда x равен 1 минус y его можно конечно записать что x плюс y равно 1 окей так пойдем дальше вот чуть-чуть туда нажал был вниз и пошел вверх хорошо ну восьмую бы решаем получается что вот надо добавить надо добавить ну увеличить t общую наделенность землей ну давайте посмотрим на нашу функцию что изменится в нашей функции если мы увеличим общую наделенность землей то есть нам надо сейчас напишем давайте значит у нас lx lx tx мы максимизируем я снял корень потому что он необязательный да как бы чем больше под коренное выражение тем больше корень это мое жульничество дальше l y t y равно y квадрат опять же я снял корень потому что легче брать производные без корня там дробей не будет lx плюс t y l y извините равно 1 а вот tx плюс t y на этот раз равно t то есть теперь то это параметры мы как бы его увеличиваем и хотим понять насколько поменяется оптимальное решение задачи вот давайте смотреть значит что поменяется в моей функции лагранжа я опять же свою буду и обязан а хотя тут даже не обязан использовать лагранж тут принципе даже вообще можно все подставить ну давайте напишем значит что у нас будет у нас будет максимум 1 минус или y на t минус ты y квадрат правильно это наша старая задача вот и дальше дальше плюс я уже забыл что там было плюс ну ладно давайте я быстро восстановлю плюс лямбда умножить на l y t y минус y квадрат правильно это наша старая задача да там так вот вот и мы можем сказать что на самом деле вот то что мы считаем это же есть по-хорошему это и есть точки оптимума это и есть x квадрат верно можете повторить ну чё максимизируем то максимизируем вот это вот это x квадрат да 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 поэтому мы легко найдем по теореме обогибающий d x квадрат по d t по теореме обогибающий мне достаточно взять частную производную у меня будет 1 минус или y ну то есть это равняется d лагранжа частная производная и это равняется 1 минус или y окей а с другой стороны это равняется 2x оптимальная на d x оптимальная d t а нас интересует d x по d t соответственно д x по d t равняется 1 минус или y ну какой-то там оптимальная да деленное на 2x оптимальная ну давайте смотреть в нашей точке конкретной когда мы знаем что x ну подставляем оптимальную точку да мы знаем в какой точке мы живем вот у нас мы нашли что ну в общем короче говоря все подставляем да мы знаем что у нас x оптимальное равно я потерял одна треть y оптимальное равно две трети правильно было такое соответственно в нашей конкретной ситуации в точке да ну подставляем я напомню что мы получили что lx сейчас мы нашли l y равно t y равно y равно 2 3 стало быть в оптимальной точке в оптимальной точке ну я просто вспоминаю какие были условия все да ну и подставляю просто 1 минус или y это сколько это так что-то странное 1 минус или y 4 ересь какая-то а нет 1 минус 2 3 положительный что-то я 1 вычитал 2 3 думал что это он отрицательный а 2x это 2 на одну треть все нормально чуть я 1 минус 2 3 делил на 2 3 получал отрицательный меня смущал как с ростом территории x меньше становится не все нормально 1 2 получается ну вот соответственно если он увеличит территорию на какую-то дт то x изменится на половинку дт тут все молчат это нормально то что мы как бы сначала выбрали dx квадрат а потом рефлейк dx уже такой функции со звездочкой без степени ну мы же ну мы же грамотно воспользовались смотри вот оно dx квадрат да и dx квадрат оказался 1 минус или y а когда я искал dx со звездой то есть вот здесь вот у меня квадрат здесь у меня звезда ну я знаю что это не одно и то же что между ними есть соотношение что производная квадрата равна 2x умножить на производную dx пдт меня просит dx пдт поэтому я выкрутился ну то есть ответ это конечно то есть я с тобой согласен что производная квадрата это не то же самое что производная икса это абсолютно верно но я это у меня это в вычислениях видно то есть я еще согласен с тобой что если бы я не сделал своего упрощения жульнического да то есть если бы я не сказал о давайте от корней откажемся а если бы я обработал с корнями мне бы там было тяжелей зато здесь в этот момент было бы ну чуть чуть легче ну то есть выигрыш на мой взгляд не оправдывает работу с корнями но я согласен что если бы я работал не с корнями то я бы сразу нашел dx пдт ну потому что у меня произведение под корнем равнялось бы именно иксу а не без корня x квадрата норм спасибо еще такой вопрос у нас же точка оптиума изменится с ростом территории мы должны старую подставлять это все верно мы ищем старые точки оптиум смотри еще раз если мы хотим производную посчитать то есть зависит от того с какой точностью ты хочешь посчитать если ты хочешь посчитать точно насколько изменится не ну не примерно а точно туда конечно надо заново решить задачу вот и точно посчитать но если спрашивается производная да find d ну там написано производная да и тут как бы говорит cruiser has plot more land in the amount of dt даст там даже уточнено small number и когда я говорю small number ну как ряд тейлора да чтобы посчитать значение функции при там в точке 1 0 1 и производную берешь в единичке в этом как раз и смысл всего ряда тейлора и всех аппроксимаций что да если бы ты будешь там считать в новой точке производную так посчитай сразу в новой точке функцию вот а именно вся фишка состоит в том что мы вместо того чтобы считать функцию в новой точке мы считаем функцию и производные в старых точках и получаем конечно результат примерно то есть ответ здесь требуется производную производную мы нашли ну ладно тогда на сегодня все наверное я еще постараюсь устроить консультацию перед экзаменом но смотрите ну я понимаю что сейчас у вас там сначала идут он же не первый да я правильно помнишь у вас перед что-то есть еще да да есть отчетом 3 экзамена будет а чем вот с 21 по 23 3 экзамена потом 24 отдых и 25 ну короче говоря я наверное ну то есть постараюсь провести консультацию вот и кирилл саныч проведет ну смотрите готовьте вопрос консультации то есть есть так конечно с онлайном как бы сразу все немножко пухло не так как живую ну ладно спасибо что пришли вот хорошего вам вечера уже да я вот у вас очень много раз спрашивала про записи семинара да только выкладываю в канале на ютюбе там потихоньку появляется я за это долго занимает времени пока скачаешь все зума там половина неправильные ну там заново приходится перекачивать но я все прошлое сейчас залил на youtube возможно не опубликованная часть но там уже много появилось вот ты спрашиваешь спрашиваешь но там много появилось ну давай я скину еще раз мне казалось что я скидывал вот ну давай еще раз кину который вот у нас там где нас все записи лежат я погоди давай чтобы не откладывать в долгий ящик я прям ну то есть я с некоторым ладом там задержанную как бы семинары их не обязательно вообще укладывать поэтому я особо не напрягающие как бы делаю некий акт доброй воли сейчас я прям вот сейчас закину еще ссылку на канал да так ага плейлифт момент прям чтобы вот не забыть и прям так your videos ну давай так плейлист метрика айсф у айсф мэсфор экономист и если мы берем копии location сейчас я прям вот его на всякий случай сброшу да вот ну то есть так и сф плейлист да вот он я его прям еще сбросил чатик на всякий случай вот спасибо большое до свидания ага спасибо за семинар до свидания все пока пока спасибо до свидания да спасибо большое до свидания